МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОМПЛЕКС МЕРК обзнизить шум и неприемный пах, які йдуть от предприемства. На проведение основных мероприемств было отведено 10 дней. Такое решение принято на нараде, якую 11-го соковика провел на вытворчасти старшиня Гомельского облывы конкаму Владимир Дворник. Марина Джалая побывала на заводе и доведалася, что за этот час поспели сделать для вырошения проблемной ситуации. Разом с представниками инших сродков массовой информации нас ведутся на участок трафаретного друку. Вот на этих друкарских секциях установили охоленные краны. Треба было заробить на двух, аль вырошили на восьми. Дякуючим, газы не будут поступать на працанное место работников. Удосконалили и систему газовыдаления. Так промысловую трубу сделают длиннейшую на 4 метры и покрыют специальной шумопоглинальной фарбой. Ею установят в ближайшие дни. Дякуючи в форме новой частки трубы, рассеивание газу будет отбываться на 10 метров выше. По результатам совещания у губернатора были намечены ряд мероприятий. Это изготовление факельного выброса на трубе. Это изменение конструкции воздуховода с применением изолирующих материалов для уменьшения шума. Это применение экранов непосредственно на машине. Пероход на фарбу немецкой вытворчести – еще одна мера по поляпшению экологичной ситуации на предприемстве. Они не вредные краски фирмы «Фольман». Немецкая фирма. Это качественные, которые содержат минимальное количество запахов, которые могут образовываться при производстве обоев. И практика показала, что эти краски эффективны. И мы сейчас переходим на закупку только этих красок. На початку наступных отыдня повинны провести выники доследований, о которых провели в ученые Санкт-Петербургской лаборатории имя Менделеева. Методики, которые тут выкористовываются, нема ни у одной доследшей установки Беларуси. Лабораторные исследования еще от Санкт-Петербургской лаборатории пока не получены. Но по результатам будем тогда рассматривать деятельность фабрики в дальнейшем. Когда мы убедимся, что деятельность фабрики отвечает всем требованиям природоохранного законодательства, будет дана оценка. На 26-е Саковика запланованы пробные пуск участка по вытворчести виниловых шпалеров. Специалисты изробят контрольные замеры и, разом с выниками лабораторных доследований российских ученых, примут решение обмахчимости обновления его работы. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В регионе проходит проверка предприемства у агропромыслового комплекса на готовность до початку поселной кампании. Рейдовая группа управления внутренних справ гомельского облыва «Канкама» регулярно наведывает предприемства агропромыслового комплекса. У господарки выезжают представники управления по оборадьбе с экономичными злочинствами, аховы правопарадку и профилактики и держал-тоинспекции. Яны проверяют, як забеспечиваются оборона державной майомости и захованность гаруча-змазочных материалов, а так само целостность огороджа и запорных приладов на складах. Особливая увага сельско-господарчей технице. Держал-тоинспекция контролюя справность транспорту и физичный стан водителям. По всех выявленных недохопах информуются зацикавленные органы, призначаются проверочные мероприемства. Керавники депутатского корпуса откажутся на звонки громадян. У гэтую суботу знову пройдуть промые телефонные линии мясовых уладов. Старшиня Гомельского областного совета депутатов Катярина Зинкевич будет отказывать на пытанні по телефону 33 12 37. Примат звороты гомельчан будет старшиня городского совета Миколай Ковалевич. Телефон 75 19 84. Промые линии будут спрацевать с 9 до 12 годин. 24-го соковика означается день боротьбы с туберкулезом. Все лета он проходит под девизом «Час дейничать». Подаденных сусветной организацией Аховы Здоровья, зараз у свете проживают больше 10 миллионов человек, инфицированных туберкулезом. Ситуация в регионе и меры, которые принимаются для ее поляпшения, у материала Олега Синцерова. До Международного дня боротьбы с туберкулезом у ОМИИ промерковали акцию «Белый рамонок» для проведения рентген-флюорографических обследований. На площади Паустани установили пересованный аппарат «Пульмоскан». Доведаться об состоянии здоровья мог любой ожидающий. Я всегда в начале года прохожу флюорографию. Вот сегодня у меня так целенаправленно было настроено, что я пойду в свою приклинику и пройду. А тут случайно прочитала в интернете, что у нас организован такой переездной пункт на площади Востания. И мне это было очень удобно. Акция «Белый рамонок» с уместным проектом опасной туберкулезной больницы и опасной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» минавитое волонтеры запрошали гамильчан пройти обследование, давали информацию о симптоматах и шляхах распоседживания. В округе тема боротьбы с туберкулезом для региональной организации не новая. Уже около 4-х годов волонтеры принимают удел в проекте дистанции на галечения хворых при допомоге смартфонов в режиме реального часа и они контролируют выполнение всех медицинских процедур. Волонтер должен ему позвонить и спросить, ты принял таблетку, а что ты сейчас делаешь, а что ты утром кушал? Вот беспрерывная связь и тем самым больной, он мотивирован на то, чтобы принять таблетку, чтобы это лечение было беспрерывное, чтобы было правильное питание. И он обращался за помощью к врачам-специалистам. Вакцинация в супрасе туберкулезу началась только в 1921 году. Первый в свете супрасе туберкулезный медицинский препарат Стрептомицин заявился в 1943, 50 и 60 годы минулого Сагодя отзнательно створением новых сродков братьбы с захворыванием. Что в Сагоминской области, то в последние годы тут означается стабильное снижение у зровню захворывания. Областная больница различена на одночасовое лечение. Разум с тем, в сравнении с іншими регионами Беларуси кокость захворывания на туберкулез на Акомичине застаётся одной из самых высоких. По пыльной ступени это отломается тем фактом, что после Чарнобырской катастрофы тут никаких годов не проводился пюрографичное обследование. Еще одна проблема, которая возникает при лечении этой хворобы, устоливость некоторых микобактерий туберкулезу далеков. Правда, в ближайший час эту проблему в Огомской области плануется вырошить. Прогнозируется, что заболеваемость по туберкулезу дальше будет снижаться. Количество нововыявленных случаев не превысит 350 случаев по всей области. Лекарственные препараты, особенно новые, для лечения лекарственно устойчивого туберкулеза поступят. Они будут поступать как за счет местного бюджета, глобального фонда, значит, республиканского бюджета, так и за счет фонда врачей без границ. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». От старожитных часов до сучасности у Октябрьским пройшла международная навуково-практичная конференция. Форум просвятили истории региона. Свои работы представили навуковцы с Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. С подробностями наши корреспонденты. Доктор исторических наук профессор Валентин Голубе он народился и вырос у Октябрьским районе. Навуковец признается, что конференция, присвеченная истории родного Родобельского краю, была его мара. И вот она здесь неяснилась. А доследовать ее что? Причем самые разные эпохи. От старожитности до сучасности. Первые упоминания о письмовых краяницах про везку Родобелка, которая потом стала часткой территории городского поселка Октябрьский, относятся до начала 16-го года. Это был богатый край. Полевания, сельская господарка, ромесництва, винокурения приносили высокие доходы мясцовым жихарам. Насыщенная была история краю и в 20-м ста годзе, с 1918 по 1920 подчас немецкой и польской оккупации на территории Родобельской республики заховывалась советская улада. Ведание истории своей малородимой дозволяя уповненно глядеть в будущую. Я хотел бы, чтобы просто дети у школах мели махчимысь с заставниками поглядеть, побачить свою коронивость, свои везки. Потому что, ну, жыцё же нам пачинается не тады, когда человек народзился и пошёл в школу, но жице этого региона, населенного пункта, оно было до нас. И мы повинны гонориться и тем, что было, и працевать на перспективу для своих детей, для своей семьи, для своей державы. Международная навуково-практичная конференция «Октябрьский край. История и сучасность» уваходить у календар мероприемства у Совета министра Беларуси у Готмала Радзима. Свои доследования по истории Родобельского краю на форум дослали навуковцы с Беларуси, Украины, Литвы и Чехии. Усяго больше за 50 работ. Радует супрацовнику Института Гистории Национальной Академии наук Беларуси тое, что активную делу конференции приняли и мясцовые доследчики, и краезнавцы. Наш науковый форум, он дозволяет мясцовым краезнавцам, людям, которые выучают мясцовую историю, рассказать про свои добытки, проконсультироваться с науковцами, высветлить все, какие там могло быть недокладности, и разом узгоднить, в каком направлении рухаться. Это вельми важно и истотно, потому что и краезнавства, и историчная наука, и они повинны исновать у тесном контакте. Потому что краезнавцы – люди зацикавлены в своей мясцовой истории, но они не повинны губляться, если ходить в некую не науковую сферу, потому что такая риска так само иснует. И вот такие науковые форумы, и они дозволяются сверать годинники и у ученых, и мясцовых краезнавцев, и безумовно, это взаимодействие вельми важно и вельми корыстно. Местовые улады разом с выховавшим и науковым бачить и экономичный эффект от конференции. Узбогачение истории краю может послужить драйвером для развития туризма. Разом с фестивалем Берагиня науковый форум сдольный стать визитной карткой района. Это действительно не просто интересная идея проводить международную конференцию, так же, как и Берагиню, ну, скажем так, чередуя эти события, одно, другую, этнография будет поддерживать историю, история будет поддерживать этнографию. Это все, так или иначе, будет способствовать развитию исторического и военно-патриотического туризма. В результате экономическая составляющая нашего Рудобельского края, Октябрьского края выйдет на новый уровень. По выниках Международной навыково-практичной конференции «Октябрьский край. История и сучасность» будет выдаден и сборник. В перспективе он может стать основой для больше грунтовного выдания по истории Рудобельского края. Максим Савин и Евгения Кухаронак, Валерия Гапанько для радиокомпании Гомель из Октябрьского района. Сегодня в свете означается День водных ресурсов, это просто День воды. Заснована ассамблея ААН, он призван и звернуть увагу уладов и громадскости на проблемы недохопу пятной воды, необходимость захования и рационального выкрыстания водных ресурсов. Гомельская область богатая на водные объекты. В регионе их свыше 1400. Больше 800 водотеков и озер, 23 водосховища, больше 260 крыниц. Есть и достатковый запас подземных вод. В области эксплуатуется около 4000 сведровин. Наши водные ресурсы задовольняют сучасные и перспективные потребы насельництва. А ли выкористовывать воду необходно рационально и бирожливо? Если в рамках области предприятиями делается очень много, то есть порядка 95% воды, используя предприятие, экономится за счет внедрения системы оборотного, повторного соблюдения, то дело каждого гражданина это определить себя те моменты, где он может сэкономить. То есть, ну, самые простейшие случаи это принимать душ вместо ванны, это закрывать воду, следить за исправностью запорной арматуры, отдыхая на природе, в частности, на берегах, оставлять после себя чистые места, чистый водоем. Экологичную акцию до Сусветного дня воды провели в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Перед студентами выступили представники областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя. А так само грамадской организации Ассоцияция Дятей и Молоди. Поведомлённи тычылесся самых разных проектов, у тем лику международных, яке зараз реализуются на территории в области. Гэта у приватности маніторинг поверхневых и подземных вод, акции по уборце прибережных территорий и доброго парадкованні крынец. Усе фарбы життя для тебе. Гомель долучился до республиканского доброчинного марафону. На гэтый раз волонтёры БРСМ при патрымце артиста у белорусской эстрады избирали сродки для двухгодовой Софии Слука с посёлка Чонки Гомельского района. С подробязностями наш корреспондент Ганна Корольчук. София народилась от 2017 года и до 10 месяцев развивалась абсолютно здоровой. Але раптом у яе здарывся приступ эпилепсии. Сім суток дзялчинка провела у реанимации под наглядом урачоў. После обследованию специалисты поставили Софии складанный диагноз и дали группу инвалидности. Дзялчинка протягвае покутаваць от эпилептичных приступов. Ей потрабуецца дорогое лячэння. Зараз яна знаходзецца у реанимации Гомельской областной дитячай больнице. До сбора необходной суммы долучыўся белорусский республиканский союз молодзи. На закликап до помозе отгукнулися белорусские выканавцы Анжелика Пушнова, Макс Лоуренс, гурты Лас-Вегас, Провокация и многие инші артысты. Городский центр культуры продостаў помешканне аппаратуру. Об этой акции я знала, конечно же, заранее, именно о поездке в Гомель. И отложила многие, действительно, тоже важные планы ради этого большего дела, чтобы приехать сюда, Европуш в Гомеле, чтобы порадовать, надеўсь, выступлением, чтобы подарить какую-то радость своими песнями, своим выступлениям, чтобы чём-то помочь и стать частью вот этой большой силы, которая нам всем так нужна, и чтобы эта доброта, которая она есть в нас, она почаще выливалась. Республиканский марафон «Усе фарбы життя для тебе» проходит по инициативе БРСМ с 2009 года. И он сбирае волонтёру и усіх необыяковых людзей, как допомогчи детям, яким необходно дорогое лечення. Акция проводится двоечы на год у адным з районов и областным центры. И ўжо допомогла десяткам хлопчиков и зелчынок по ўсёй краине. И она закликана объеднать, як мага больше людзей ваколу великой бяды одного маленького чалавека. Гэта концерт не стал выключэнням. Зала ГЦК различена на 550 местцов. А жадаючых допомогчей «Соня» оказалось больше, чем квитков. Были реалізованы все билеты. Люди с большой активностью приобретают билеты, потому что все деньги, вырученные с билетов, пойдут на лечение «Соня». Поповнить доброчинный рахунок маленькой Софии Слука може любый жадаючий в любой час. Реквизиты вы зараз бачите на своих экранах. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадиокампанія «Гомель». Дресированные живёлы, захапляльные номары гімнастов и акробатов, гумористичные репрызы и неверогодные фокусы. В Гомельском цирку на этих выходных стартует новая программа «Иллюзия и смех». За иллюзии будет отказывать владельник «Золотого приза» фестивалю циркового мастатства в Корее «Яуген Новоселов». И он представит на арене як классичные, так и зусім новые номары. Гомельчане смогут оценить их первыми. Гомельский цирк и зритель, он по-особенному принимает. И если в Гомеле зритель примет эти новые иллюзионы, я думаю, что везде будет дальше успех. Мы будем стараться всеми возможными способами и волшебством удивлять людей и восхищать их нашим мастерством. Смеху зале забеспечить клоуны – браты Аверушкины. Яны представят с некольки номеров у темлику и побудованных на взаимодейне с глядачами. Соправдный цвик программы – конно-акробатичный ансамбль. Доречу, все кони из Беларуси, а два – с Гомельского конного завода. Мы ищем всегда подход к лошадям, чтобы он тебя понял, и ты, чтобы он тебя полностью понимал, и я его чтобы знал. Программа «Иллюзии и смех» стартует 23-го соковика и протягнется до 21-го красовика. Это и так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tverhomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В студии Руслан Габрилев. Выпил, угнал чужую машину и едва не сгорел в ней заживо. В деревне Стодоличи Лельческого района местные жители вытянули из горящего автомобиля пьяного мужчину, а потом вызвали скорую и милицию. Потерпевший житель Брестской области подрядился поработать на селе в деревообрабатывающем цеху. Вечером, изрядно выпив, отправился на машине хозяина предприятия за добавкой. 45-летний ранее несудимый мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, через незапертую дверь проник в автомашину индивидуального предпринимателя, завел ее штатным ключом и поехал по деревне. На улице трудовой машина наехала на лежащее дерево, зависла на брюхе и загорелась. А пламя заметила жительница рядом стоящего дома. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в его крови составило 2,5 промилле. В пункте пропуска «Новая Гута» сотрудники Гомельской погрангруппы предотвратили сразу 6 случаев противоправной деятельности на государственной границе. Гражданка Украины попыталась попасть на территорию Беларуси, перемахнув с багажом через заграждающую линию. Таким образом, в обход пункта пропуска женщина хотела попасть на территорию региона, чтобы здесь трудоустроиться. В отношении нарушительницы начат административный процесс. За прошедшую неделю участили случаи противоправной деятельности на государственной границе, как в пунктах пропуска, так и вне пунктов пропуска. Гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности на территорию Республики Беларусь, был депортирован из территории Республики Беларусь в январе текущего года. Был выявлен гражданин Российской Федерации, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В ближайшие выходные состоится 21-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу в высшей лиге. Самым принципиальным в этот игровой уикенд видится завтрашний поединок в Минске, где встретятся охрана «Динамо» и светлогорский ЦКК. Обе дружины борются за место в плей-офф. В турнирной таблице светлогорская команда на восьмой строке. «Динамовцы» отстают на два балла и располагаются на девятом месте. В случае победы ЦКК значительно укрепит свои шансы на постсезон. Гомельские команды в 21-м туре также играют на выезде. Лидер чемпионата ВРЗ отправится в гости к Микошевичскому граниту. БЧ, замыкающая тройку сильнейших, в Гродно встретится с местным УВД «Динамо». Пропускает 21-й тур столичный дорожник. В Гомеле стартовало открытое первенство с «Дюшор Омега» по боксу. Более ста спортсменов разыграют 23 комплекта наград. Соревнования проводятся в двух возрастных группах среди юношей и девушек. Свои представительства здесь имеют спортивные школы всех районов области и регионов страны. Кроме того, свою дружину на этот турнир привезла и Россия. К слову, в рамках открытого первенства проходят и матчевые встречи по боксу между спортивными школами Гомеля и областями Беларуси. Мы открываем это первенство и делаем его для того, чтобы маленькие эти спортсмены совершенствовали свое мастерство и могли в матчевых встречах выявить себя и нарабатывать свою смелость и свой характер. Гомельская область выглядит достойно. Обычно в турнире, который проводится на открытое первенство «Дюшор Омега», обычно львиная доля медалей достается Гомельской области. Соревнования продлятся до 23 марта. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.